Привет всем, вы на канале Волихан. В прошлом уроке по программе Blender я рассказал о таком инструменте, как Auto-Merge, для быстрого слияния вершин, который хорошо пригодится для редактирования объекта после применения модификатора Boolean. В уроке была использована большая плотность сетки. Мы присоединяли довольно малое количество вершин. Но что делать, если сетка очень маленькая? Для редактирования такой сетки уйдет куча времени. В этом уроке я покажу, как слиять большое количество вершин при помощи модификатора Wild. И сэкономить большое количество времени. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие уроки. И конечно же, пишите комментарии, нравится вам мои уроки или нет. Раз вы уже подписались, приступим! Как в прошлом уроке, я заранее создал куб и цилиндр. Давайте посмотрим на плотность сетки цилиндра. Здесь я поставил 32 вершины. А в кубе, как мы видим, также достаточно плотная сетка. Давайте применим boolean на куб. И выбираем цилиндр. И применяем этот модификатор. Можем удалить цилиндр. Давайте включим на режим редактирования нашего куба. Как мы видим, так перейдем в режим просмотра вершин. Достаточно много вершин, чтобы я это все вручную делал. Чтобы я слиял их все. Чтобы это сделать быстро, я воспользуюсь модификатором Wild. Выйду с режима редактирования, модификатор и выберу модификатор Wild. Чтобы его применить, давайте первоначально я перейду в режим Warframe. Точнее не в режим, а я выделю в режиме Solid все наши линии. Я перейду в модификаторы. И с помощью этого ползунка буду увеличивать его метры. То есть через какое количество расстояния. Вот как мы видим. Из какого количества расстояния вершины будут слияться друг с другом. Давайте потихоньку прибавлять. Вот как мы видим. Эти вершины слились. Давайте еще больше. Так, и сделаем так, чтобы эта вершина с этой вершиной слились. Так, хорошо. Сейчас посмотрим, есть ли еще какие-нибудь лишние нам вершины. Вот здесь есть. Давайте еще добавим. Так, хорошо. Еще посмотрим. Хорошо. Я думаю, данная настройка модификатора нам подойдет. Применяем. Переходим в режим редактирования. И давайте так же сделаем, как и в прошлом уроке. Применим Subdivision. Выделю первоначально пейсы. Экструдирую на E, на S. Теперь добавлю линии. Так, и еще одну ниже. И давайте применю Subdivision. Subdivision. Так, выключу wireframe у объекта. И все, как мы видим, ни одного артефакта на модели нет. Модификатор World избавит вас от того, что вы будете вручную слиять все вершины друг с другом. И сэкономит очень много времени. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вы еще этого не сделали. А также не забывайте заходить в мою группу ВК. Спасибо за внимание. Пока.